У многих людей есть страх перед такими интересными вещами, как порча, наговоры и многое подобное. Люди переживают, а вдруг кто-то, где-то, кому-то заплатил деньги, и теперь я попадаю в такие обстоятельства, что кто-то руководит моей жизнью. Действительно, это очень актуальная проблема, и это было в прошлом, это есть и сейчас. Из уст в уста порой передают от поколения в поколение страх перед подобного рода действиями. Многие люди даже не задумываются о том, это от Бога или это от сатаны, и вообще что это? В чем кроется природа подобных действий? Есть люди, которые вообще не страдают от заклинаний, наговоров, есть люди, которые абсолютно не придают этому никакого значения, а есть те, которые только об этом и думают. Священное Писание говорит немножечко о том, что есть моменты, которые зависят от нас. Давайте прочитаем. Книга Иакова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Как это? И неужели это возможно? Да, все мы понимаем, что есть Бог и есть сила, которая ему постоянно противостоит. Есть сатана, который старается жизнь каждого человека испортить, старается отвернуть взгляд человека от Бога. И вот он-то как раз-таки и делает все возможное для того, чтобы человек обратился к кому угодно, к чему угодно, но только не к Богу. И что же делать? Каким образом эту ситуацию изменить? Что предпринять? Мы часто задаем вопрос людям воцерковленным, людям, которые знают хорошо Священное Писание. «Объясни, покажи, что делать». И мы обращаем внимание на такие слова. «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Как ему противостать? Что я должен делать? Разве у меня есть силы для этого? Мы обращаемся к Богу и просим, чтобы Господь помог, чтобы Он дал силы. Но вот здесь, в этом блеском отрывке, есть и такие слова. «Итак, покоритесь Богу». А в продолжении этого отрывка, в 8 стихе написано «приблизьтесь к Богу». А как это – покориться Богу? А что нужно делать для того, чтобы к Богу приблизиться? Конечно же, нам не всегда хочется Богу покоряться. Потому что многие люди этого боятся. Придется изменить свою жизнь. Придется изменить свои старые устои. А я уже к этому привык, и мне так хорошо и комфортно. Но Господь обещает свою защиту только тому, кто находится рядом с Ним. Безусловно, мы понимаем, что Бог готов находиться рядом с нами. Но иногда своим локтем мы Его отодвигаем. И говорим, Господи, подожди, немножечко подвинься. Я здесь как-то сам. И вот именно в такие моменты сатана находит нас, легко доступных. Но Господь способен дать силу. Господь способен поддержать. И сатана убежит. И уже никакая порча, никакие наговоры. Ничто не будет иметь силу, если мы приблизимся к Господу. Если мы покоримся Его воле. И будем жить в соответствии с Его словом. В соответствии с Его законом. Господь даст силы. И Господь обязательно даст свою поддержку.